Он думает, что Германия могла бы им больше помогать. Показывает, что можно это делать быстро. Он говорит, что это маленький немецкий мини-танк, но шутит. Раньше с помощью этой машины перевозили деньги, поэтому она защищена от пуль. Он уже привез на этой машине сюда, в Одессу. Много для госпиталя, для бомбоубежища. Но он хочет подчеркнуть, что Германия и европейцы сейчас с нами вместе, с Украиной. За три дня до того, как началась война, он был в Украине. Он был в Харькове, когда он приехал домой. И потом он услышал, что Германия сказала, что пошлем пять тысяч шлемов. И решил, что он не знал, что делать. Он очень стыдно быть немцем. Ему хотелось что-то сделать, ему хотелось помочь. Он нам привез тактические аптечки, необходимые медикаменты, огнетушители. Все, что, в принципе, на тот момент мне было необходимо. Приехал он к нам на бронемашине. Он мой бывший коллега, бывший ванковский работник. После этого, посмотрев, как работает наш центр, как здесь все происходит и так далее, изъявил желание эту машину передать моему волонтерскому центру. Я с ним поговорила и говорю, что как бы моему волонтерскому центру нет необходимости именно иметь такую машину. Но есть такая необходимость острая у парней. Причем, что были такие запросы на такие машины, потому что сейчас, если ехать там Николаев-Херсон, вы знаете, то есть идет разминирование территории, и такие машины им необходимы. Это будет ЗСУ, а дальше уже парни сами решат, кому будет необходимо. У меня здесь, в этом здании, была моя организация. Соответственно, в период войны все остановилось. И я подумала, что нужно помогать людям. Деятельность быстро развернулась. И на сейчас у меня есть и продукты питания, это беженцы, переселенцы, старики. Также мы помогаем блокпостам, отгружаем машины на Николаев. Потом у меня есть направление, это медицина. Это не просто медицина, как для, скажем так, гражданских лиц. Это и военная медицина, потому что мне сейчас ее поставляют тоже с разных стран. И третье направление, это амуниция. То есть у нас есть, мы закупаем по возможности обмундирования этой бронежилеты, и поставляем и на Николаев, и на Херсон, и Одессу, и Киев. Фотографии из Буч и Ирпин, они, к сожалению, не так сильно действуют, как они должны действовать на правительство, на Европу. Сколько же нужно еще смертей, сколько нужно еще всего, 10 тысяч, 100 тысяч, сколько людей должно еще умереть, чтобы быстрее реагировать.